Здравствуйте! Меня зовут Нина. И сегодня мы на нашей кухне будем готовить здоровую и полезную пищу. А с нами рецептом поделилась Маша Бусыгина. И готовить мы будем сегодня голубцы с булгуром и грибами. Вот мы подготовили наши продукты. И поможет нам в этом посуда Айку. Четырехлитровая кастрюля, сотейник полуторалитровый, литровая кастрюля и сковорода с антипригарным покрытием. Начали. И сейчас нам для фарша надо отварить булгур. И для этого мы используем 1-литровую кастрюлю. Я отсыпала и промыла около стакана булгура. Это где-то 100 грамм. И поэтому нам надо залить двумя частями воды, чтобы булгур сварился. Мы приготовили заранее горячую воду, чтобы закипание произошло быстрее. Примерно вот такая часть у меня была булгура в стакане. Мы его промыли. Мы ставим на огонь. Включаем средний огонь. И дожидаемся водного гидрозатвора. Включай. Второе, что мы сделаем. Мы подготовили капусту. Я отделила молодая капуста. Я отделила листья. И так как они молодые, еще хрустящие, их надо отварить в кипятке. Мы скипятили горячую воду. И запускаем эти листья в воду, чтобы они были эластичными. Мы запустили листья. Накроем крышкой. И оставим где-то на 5 минут их в горячей воде. Кипяток мы выключим, чтобы она доходила в горячей воде. Вот у нас произошло закипание. У нас сработал водный гидрозатвор. Теперь мы убавим газ до минимума. Потому что посуда обладает такими свойствиями. Она готовит только на среднем и минимальном огне. И будем ждать где-то 10 минут для полной готовности. Вот мы разогрели нашу сковорочку. Сотейник. Вот. И сейчас мы добавим немножечко масла. В этой посуде можно готовить с минимальным количеством масла. Или вообще можно не добавлять. И обжарим в этом сотейнике грибы. Для нашей начинки. Грибы я порезала мелко. Потому что, хоть это и белок растительный, но он переваривается очень тяжело. Поэтому, чем меньше мы нарежем, тем бывает лучше. Таким образом, я наливаю минимальное количество масла. И мы обжарим лук и морковь. Чтобы у нас одновременно это всё готовилось. Мы обжариваем наши грибы. Они дали сок. Сейчас сок выкипет, они начнут жариться. И у нас здесь жарится лук. Лучок у нас уже упарился. Мы добавляем морковку. И продолжаем обжаривание лук с морковью. Капуста у нас тоже уже готова. У нас посуда так приспособлена, что её можно как подставку делать в крышке. Мы вытаскиваем нашу готовую капусту. Чтобы она остыла. Вот, у нас грибы уже готовы. Мы выключаем горелку. Морковь с луком тоже готова. Тоже выключаем горелку. И булгур у нас распарился, сварился. Мы тоже выключаем горелку. Теперь мы подготовим листья капусты. Вот срежем вот эту толстую часть, чтобы она нам не мешала. И будем формировать голубцы. Мы начинаем подготовку нашего фарша для голубцов. Вот, вареный булгур. В него мы добавляем пережаренные грибы. И нашу поджарку с луком и морковью. Мы смешиваем наш гарнир для голубцов. Вот такой красивый получился. Немножко его подсаливаем. Перчим. Кто любит перец? Я очень люблю перец. Я его сыплю везде. Мы начинаем формировать наши голубцы. Вот листья наши уже обмякли. Забавляем в фарш. Всё как обычно. Как учила мама. Складываем в сухой сотейник. Вот сотейник совершенно сухой. Капуста очень полезная для сосудов. Полезная очень капуста для печени. Полезная очень для сердца. Поэтому её нужно есть. Тем более такая вот молодая капуста, которую мы сегодня используем. Она очень вкусная. Вот мы сформировали наши голубцы. Мы вот ещё для цвета положим сюда тыкву. Она очень полезная для яркости. Вот. И начнём готовить без добавления воды. То есть в продуктах есть вода. Она сейчас выделится. Накрываем крышкой. Зажигаем огонь. И дожидаемся водного гидрозатвора. Вот у нас выделилась лага. Сработал гидрозатвор. И нам надо убавить огонь до минимума. И оставить на 5 минут готовиться наши голубцы. Вот прошло 5 минут. Наши голубцы готовы. И мы даём им настояться. Вот наши голубцы отдохнули немножко. Потому что каждому продукту нужно отдохнуть после готовки. И мы начинаем сервировать наш стол. Мне нравятся зелёненькие такие. Они даже цвет не поменяли. Наши тыквы, которые украсят яркостью своей. И травку. Всем приятного аппетита!